Благодарю, благодарю за все тебя, благодарю, Иисус, благодарю, благодарю за все тебя, благодарю. Благодарю, слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Сегодня день благодарения, так мы именуем этот праздник. Он является даже государственным праздником в Соединенных Штатах Америки, в США. И вместе с американскими христианами, со всеми верующими Нового Света мы благодарим Бога Всемогущего. По всему лицу Земли сегодня действительно мы благодарим Бога за все, за все, за все. Благодарим, благодарим, благодарим. В этом есть действительно огромнейшая сила в благодарности к Богу, к Создателю нашему. Сегодня этим солнечным таким морозным утром я уже прогуливался в парке, вот, Киото здесь вот у нас в Киеве. И молился, записывал некоторые видео, вот, посвященные Дню Благодарения Господа. Вот сейчас они как раз вот здесь вот и загружаются уже. И вот это видео сейчас я пишу, ожидая гостей, потому что жду сегодня нашего епископа Киеву. Кто-то еще, наверное, из братьев, я так думаю, будет, наверное, Серхио, кто-то еще из братьев. Может быть, Алексей Иванович заедет. Он вчера был, вообще-то, наш благочинный священник здесь в Киеве, отец Алексей Прошак. Он был вчера со мной здесь в студии. Вечернее было у нас такое, такое собрание, будем так говорить. Вечерний прямой эфир с 17.00. Сегодня я, даст Бог, тоже буду продолжать. Один буду сегодня уже в студии. Вот, Киеву, потому что не останется, скорее всего. Вот, но ему нужно ехать во Львов сегодня уже. И к себе он домой поедет. Вот, и тема сегодняшнего эфира, я думаю, как раз вот и назначу этот вот день, День Благодарения. Потому что, ну, все люди знают, знаете ли, и в англоязычном мире, и вообще вот, ну, как бы, и в русскоязычном мире, и в Украине язычном знают прекрасно, что четвертый четверг ноября месяца, последний четверг ноября, это вот по традиции уже сложившиеся эти годы, значит, мы празднуем День Благодарения. В США, я уже говорил, уже в Соединенных Штатах Америки, это отмечается даже на самом высоком государственном уровне, как День Благодарения. Но вместе с американскими христианами сегодня мы благодарим Бога, верующие разных народов, разных конфессий, разных динаминаций, разных стран. Потому как действительно нам есть за что Бога благодарить. За все, за все мы Бога благодарим и словословим Его имя святое. И сегодня я воспеваю Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава Тебе. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, навеки слава во всех народах, во всех народах, во всех веках. Слава, 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 слава тебе. О, Дух Святой, благодарю, аллилуйя, благодарю за все, за все, Бога благодарю. И призываю сегодня, вот в такой благодарности к Богу, действительно вознести хвалу Создателю, нашему Небесному Отцу, Сущему на небесах, да святится имя Его. Мы благодарим Бога Всемогущего за все. И вот здесь уже я вижу, да, уже есть уже и темы. Я жду вопросы ваши, здесь уже приходят уже понемногу, и на телефон приходят также сообщения. Значит, я имею вот возможность их зачитывать, вот, отвечать на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, к вечеру сегодня будет как раз, я думаю, еще и ответы вопросы. Дело в том, что я практикую еще подобное. Я отвечаю на вопросы, и также, если кто-то пишет, допустим, с просьбой молитвенной, молиться, допустим, о ком-то, о чем-то, то я с превеликим удовольствием присоединяюсь к этим молитвам. И также прошу Господа, значит, также молюсь Господу вместе с вами. Напоминаю, телефон студии, номер телефона, так, кстати, да, Киевстаровский, запишите номер, потому что я его использую в Украине еще и как карточку банковскую, то есть, ну, как, своеобразно. То есть, можно с любой точки Украины, пожалуйста, положить деньги на этот номер Киевстаровский, и я буду иметь возможность эти деньги снимать через новую почту. Уже таким образом неоднократно люди уже жертвовали и жертвуют, поэтому, с разной конфессией, с разной деноминацией верующей. Вот, поэтому я и к вам сегодня обращаюсь тоже с этим же номером. Так, вот, записывайте 096, ну, это вот, как бы, мой номер Киевстарк, который и номер прямого эфира. Пишите, да? 096, потом еще раз, 9626675. Повторяю, 0969626675. Если вы из-за рубежа, то есть, из-за, ну, не с Украины, а, допустим, откуда-то еще, допустим, с России, там, с Америки, откуда-то еще, то не забудьте, если смс-сообщение пишите, то набрать на телефоне плюс 7, ой, ну, плюс 3-8. Плюс 7 – это код России, а плюс 3-8 – код Украины. Ну, вот, набирайте плюс 3-8, потом 0969626675. Вот, и напоминаю, что, значит, вы имеете возможность не только молитвенно, но и финансово поддерживать евангельское православное служение, реформаторское православное служение, моё Господу, значит, также через этот же номер Киевстарк. В Украине моё служение. Моё служение и в Украине, и в России, и в других странах бывшего Союза, значит, но центр наш, именно вот наша архиепископия здесь, вот в Киеве, и вчера как раз вот в студии со мной, и отец Алексей наш благочинный, он как раз и проводит здесь регулярные богослужения. Каждое воскресенье проходит богослужение. Станция Медрокловская, улица Леонида Первомайского, 6, это предприятие УТОС, значит, вход через проходную и лифтом поднимаетесь на четвёртый этаж. Телефон, именно вот номер я свой продиктовал, значит, отца Алексея, телефон, тоже Киевстар у него, 067-323-3121, улица Леонида Первомайского, 6, возле метро Пловская. Так, благоставляю всех вас, дорогие друзья, до встречи, жду ваших сообщений, известий, да, и, значит, свидетельств, значит, и также пишите на e-mail. Так даже будет проще, наверное, многим именно написать на электронную почту. Все адреса есть под всеми этими видео, поэтому можете посмотреть, просто не поленитесь, полистайте. Прямо под каждым видео там, в общем-то, всё полностью, и молитвенные нужды, и финансовые, значит, и как вы можете принять участие в служении, как сейчас называют, партнёрами быть. Ну, мне больше нравится так традиционно христианское название «братство», «братство». Действительно, потому что мы братья, и Церковь Иисуса Христа, она едина. Несмотря на наши там конфессиональные всякие там, динаминационные различия, обрядовые, вероучительные, практику нашу богослужебную, там, значит, и прочее, 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 разные культуры, языки, наречия. Вера одна, вера Христова, вера Божья, вера евангельская, вера библейская. Слава Иисусу Христу! Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, благоставляю во имя Господне. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам! Да, и благоставляю вас благословением священников, да? Благоставляю благословением Аароновым, благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господня, пусть Бог благословит вас. Мир всем, благодарим, благодарим, все вместе, да? За все тебя благодарим Иисус, благодарим, благодарим, за все тебя благодарим, благодарим, благодарим.